Уже в этом 2023 году в Новосибирске в рамках региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов сделано больше 100. Около 200 объектов находятся в работе прямо сейчас. Всего же в городе планируется привести в порядок порядка 450 домов. Почти половину жилого фонда мы уже отремонтировали в соответствии с этой программой ремонта МКД. Ну вот яркий такой пример, вот этот дом, потому что это не просто дом, это дом из категории памятников архитектурных, то есть к нему, к таким объектам особое отношение. 89-й дом по Омской улице построенный в 1938 году и входит в жилой комплекс, который представляет историко-культурную ценность, как образец квартала сада. Да, раньше здесь в центре был обширный сад. Однако быт и сиюминутные людские потребности не дали зеленой зоне просуществовать долго. Появились сараи, а позже и гаражи. Теперь же, после того, как фасад благодаря капитальному ремонту преобразился, внешний вид дома начал сильно диссонировать с обликом двора. Ну теперь хотелось бы, чтобы привести в порядок и территорию. А здесь многое зависит от жителей, потому что придомовая территория. И здесь решение, прежде всего, жителей. О том, как благоустраивать, что делать, высаживать ли здесь какие-то новые деревья. Старшая по дому рассказывает, что их депутат и деньги на благоустройство готов был найти, да и специальные муниципальные программы работают. Только вот не все жители поддерживают смену облика при домовой территории. Есть протокол, где, значит, по голосованию, большинством голосов не принято это решение о сносе сараев. Ну, то есть сараи пользуют пожилые жители. Некоторые пожалели их. Мэр Анатолий Локоть выразил надежду на то, что собственников жилья в этом доме все же удастся переубедить и территорию благоустроят. А то ведь немалые вложения в капремонт, крыши и электроснабжение, горячего и холодного водоснабжения, ремонт на подвальных помещениях, а также внутри домовой системы водоотведения и канализации просто меркнут на фоне неухоженности двора. Теперь вот и фасад отремонтировали. Так что в деле наведения здесь порядка, слово осталось за жителями дома. Муниципалитет готов помочь в любой момент.